На этой неделе состоялось главное событие года для журналистов. Президент России Владимир Путин провел 14-ю большую пресс-конференцию в Москве. Она продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства успел ответить на 66 вопросов. Журналисты, чтобы привлечь внимание президента, буквально выпрыгивали из штанов. Моему коллеге Артему Артеменко повезло. Он поднял плакат, на котором было написано «Крым». И Владимир Путин заметил, дал возможность задать вопрос. Мы всей редакцией болели и гордились. Что происходило в калуарах за кадром главной пресс-конференции года? Репортаж из столицы. До начала пресс-конференции больше трех часов. Корреспонденты и операторы спешат быстрее попасть в зал. Когда такое количество представителей СМИ собираются рядом, журналисты начинают делать новости на ровном месте. Коллегам интересно, кто с чем и с какими вопросами приехали сюда. Плакат готовила сегодня утром. Пять часов встала и приготовила. А платье выбирала в течение часа. Все так быстро. И вижу, что удачно. А почему такой выбор? Потому что Владимир Владимирович часто к нам приезжает в республику Тыва и рыбачит. И думаю, что это привлечет внимание. Ваше же внимание привлекло. Журналисты готовы на многое, чтобы глава государства обратил на них внимание. Мы не могли не использовать в хорошем смысле этого слова колорит нашей местности. Именно поэтому настоящий хантыйский бубен и решили взять с собой, чтобы привлечь внимание президента. Пока одни занимают очередь в зал, другие работают и раздают интервью. Отдельное внимание к зарубежным журналистам из Китая, Соединенных Штатов, Японии и других государств. Будем задавать вопросы по поводу политики США в Латинской Америке, которая в последние годы очень агрессивна. Особенно против наших стран Куба, Венесуэля. Плакат – один из главных атрибутов в руках журналистов. 1702 кредитованные журналисты – это абсолютный рекорд больших пресс-конференций Владимира Путина. Представители СМИ приехали сюда с плакатами, чтобы привлечь внимание президента. Мы тоже не остались в стороне и привезли свой плакат с известным на весь мир словом «Крым». До начала пресс-конференции еще больше часа журналистов и операторов запускают зал. Все пытаются занять лучшие места ближе к президенту. Появление Владимира Путина встречают аплодисментами. Едва ли не каждый пытается запечатлеть события на свой смартфон. Вопросов много касаются внешней политики, внутренней, экономического развития и социального блока. Путин отвечает на все. Вот секрет корреспондентам от коллег со стажем. Редакция просит и самому, конечно, хочется охватить как можно больше тем. Всегда очень сложно сделать так, чтобы Владимир Владимирович смог запомнить каждый элемент вопроса и вернуться потом к каждой теме. Что мне в этом году действительно удалось, возможно, я чуть более четко говорил, он все записывал. И он прокомментировал каждую из тех заявленных тем, которые прозвучали в моем опросе. Поэтому я очень доволен. Четкие и сжатые формулировки. Владимир Путин абсолютно спокойно отвечает на самые провокационные вопросы. Вы хотите править миром? Ну, конечно. И я хочу знать, действительно вы хотите этого? Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Большая пресс-конференция. Настоящий образец демократии. Президент дает слово даже засланным казачкам. Вы у нас все время присутствуете, да? Да. Вы, по-моему, из Украины. Да. Это наш коллега из Украины. Да. Мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет? Все-таки я попрошу дать микрофон у коллеги из Украины. Спасибо. Скандала не будет, как и не было. Ну, слава богу, уже хорошо. Владимир Владимирович, я хотел спросить, вот, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством. Путин отвечает четко и бескомпромиссно украинскому журналисту. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные причем? Мирные. Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. Время идет. Обстановка в зале накаляется. Журналисты тянут вверх руки. Плакаты, микрофоны и флаги. Сейчас, сейчас. Дайте, дайте, пожалуйста. Обернитесь назад, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. В первую очередь, я сразу от операторов, потому что оказывается мой флаг мешал. Но вы не бойтесь, флаг был самый длинный, вопрос будет короткий. Меня зовут Елена. Российский флаг никому не может мешать. Вот видите операторы. Глава государства на исходе второго часа пресс-конференции дает слово Крыму. Там написано было Крым. Давайте вот Крым. Владимир Владимирович, вы недавно говорили, что ввод ограничений против России некоторыми странами непосредственно влияет на крымчан. Крымчан, которые голосовали за воссоединение с Россией в 2014 году. Не могли бы вы пояснить ваши слова? Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем. Они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит? Ведь против них ввели, против вас, ввели санкции. Какие санкции? Ограничения по передвижению, ограничения, связанные с выездом, получение виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, ограничения, связанные с работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции. Не только избирательные против руководства Крымской республики Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против них вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка. Вот что я имел видно. Кроме серьезных вопросов, президент в очередной раз показал, что у него отличное чувство юмора. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела? Не дождетесь. Просто все интересуются только своими вопросами, да, и никто не интересуется, как вы, в общем-то, да. Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например? Как вас зовут? Екатерина. Катя, ну мы обсудим потом. Что касается здоровья, оно такое же, как у всех. То есть, я, слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь за ним следить, за этим здоровьем. Но и так же, как и все, вот в межсезонье могут быть какие-то там гриппы там, и что-то с этим связанное. Ну, вот на сегодняшний день все в порядке. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Журналисты воспользовались моментом и спросили про личную жизнь главы государства. Госканал они спросят, а когда вы женитесь? Когда я женюсь. И на ком? Это совсем разные вопросы. А вы женаты? Да, не шли. А, он женат и хочет, чтобы у меня было тоже так же, как ему. Ну ладно. Значит, ну ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать. После долгого общения Путин поздравил журналистов с Новым годом и завершил пресс-конференцию. Оставшиеся вопросы репортеры задавали друг другу. Многие раздосадованные покидали зал. Корреспонденты кремлевского пула на ходу делятся впечатлениями. Я вопрос сформулировал после того, как пообщался здесь с коллегами. Все говорят, слушай, правда, на кухне все обсуждаемо. Вдруг ядерная война. А вдруг ядерная война. 40 лет про это никто не говорил. И такой вопрос родился. Не знаю, насколько он главный, но, видите, президент нам рассказал... О, коллеги работают. Президент нам рассказал, собственно, позиции нашей страны. И тоже выразил надежду, что все-таки разума у всех хватит и начать ядерную войну. Корреспондент «Вестей» Павел Зарубин всего час пробыл на пресс-конференции. Успел задать вопросы, потом ушел готовить программу. Нам он детально рассказал о своем вопросе Владимиру Путину. Мы все время слышим слово «прорыв», «рывок». И при этом в правительстве говорят о том, что темпы роста у нас будут вот такими. И как это соотносится. Поэтому я, так как я, ну что называется, по работе все время в этом ворюсь и вижу, у меня вот накручивается в голове, и вот накрутился вот этот, в общем-то, вопрос родился. Как мы собираемся организовывать рывок, когда темпы экономического роста явно этому рывку пока не способствуют? Ответ удовлетворил? Ответ удовлетворил. Он сегодня разошелся по информационным агентствам. Причем в ответе не только на мой вопрос, но и на вопрос коллег. Президент дал понять, что те, кто, в общем, не готов к тому, чтобы вот этот рывок осуществлять, они могут искать себе другую работу. Так что я думаю, что им придется этот рывок обеспечивать. Из зала Центра международной торговли в Москве журналисты уходили в разное настроение. Кто-то заканчивал подготовку материала в ближайший выпуск новостей, а другие обменивались впечатлениями. А вот так выглядит зал после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина. Буквально полчаса назад она завершилась, и уже собирают стулья, и снимают декорации, забирают звук и свет. Журналисты фотографируются там, где сидел президент, чтобы оставить хотя бы фото на память. Субтитры создавал DimaTorzok